Нефть начала день в плюсе, но рост цен неустойчивый. На рынке закрадываются сомнения по поводу новой сделки ОПЕК+. Позиция американцев способна заранее лишить онлайн-встречу всякого смысла. Президент США и Минэнерго настаивают на том, что производство в Штатах уже снижается из-за падения цен. Внешний фон сегодня противоречивый. С одной стороны нефть пытается дорожать, а с другой риск настроения пошли на спад. Минэнерго США посеяла сомнения на рынках. Ведомство не уверено, что крупнейшим добывающим странам удастся заключить новую сделку по снижению производства нефти. Это значит, что Саудовская Аравия может выйти на полную мощность, начиная с текущего квартала. Тем не менее трейдеры продолжают надеяться на то, что встреча принесет положительный результат, а ОПЕК+, делает все возможное, чтобы не допустить новой волны обвала котировок нефти. Сейчас на уровне министров энергетики идут активные консультации, а также обсуждаются объемы и квоты снижения добычи. Обе эталонные марки начали день в плюсе. Бренд торговался чуть выше 32 долларов за бочку, баррель WTI оценивался в 24 доллара 30 центов. Вряд ли в течение сессии котировки будут двигаться в одном направлении. Слишком много вокруг неопределенности и факторов давления. Не исключено, что нефти придется прокатиться по американским горкам. Пока же цены находятся на довольно комфортных отметках, учитывая сегодняшние реалии. Россия и Саудовская Аравия согласятся на снижение добычи только если США примут участие в сделке. Штаты не показывают явного желания снизить добычу и продолжают играть в свои игры. Америка, похоже, пытается оказать политическое давление на саудитов. Накануне республиканцы представили законопроект о снятии защитных систем США и выводе американских военных из Саудовской Аравии при необходимости. Новостной фон перед завтрашней встречей ОПЕК плюс остается напряженным. Поскольку риски срыва сделки остаются высокими, нефть все еще может рухнуть к 15 долларов за баррель сразу после виртуальной конференции. При положительном сценарии ожидается рост Brent выше 40 долларов за баррель. Сегодня поддержать котировки могут сообщения о планах США начать покупки нефти, чтобы расширить свой стратегический запас. Российский рубль завершил прошлые торги на отметке 75,54, прибавив 0,6% к американскому доллару. Сегодня россияне наступают позиции конкуренты США, при этом пытаются удержаться в районе 75 фигуры. Российский рынок будет проявлять неуверенность, поскольку переговоры ОПЕК плюс могут завершиться ничем из-за позиции США. Ожидается, что пара доллар-рубль перейдет в боковое движение. В случае улучшения ситуации на внешнем рынке возможны попытки отступления доллара к поддержке на уровне 75 рублей. В рамках же текущей сессии американец, скорее всего, удержит позиции в диапазоне 75-77 рублей. Рубль сейчас находится в поисках новых драйверов. Налоговые периоды поддержки со стороны Банка России позволяют ему удержаться на плаву. Что касается нефти, то она вчера перестала быть фактором поддержки. Сегодня Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ. Ведомство делало перерыв в привлечении долга из-за высокой волатильности на мировых рынках. Возврат Минфина на рынок госдолга может стать дополнительным фактором поддержки для российского рубля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова